Приветствую, я Тимур Баламбетов и вы смотрите проект Ербатер. Здесь с нашими гостями мы говорим о роли и ответственности мужчин. Партнер проекта мобильный оператор Altel. Сегодня у нас в гостях основатель благотворительного фонда Асаруме Асхат Нурмашев. Асхат, добро пожаловать. Рахмет, Тимур, очень рад с вами познакомиться. Я тоже. Нет-нет, смотрел ваши видео и думал, когда год назад думал, как бы вот встретиться. Серьезно. Ничего себе. Ну вот, наконец-то, это случилось. И мы с вами сегодня, я думаю, очень интересно поговорим. Еще раз спасибо, что согласились. У меня очень много к вам вопросов. Ну и в первую очередь скажите, пожалуйста, для тех, кто, может быть, вас еще не знает, чем сегодня вы занимаетесь? Ну, в первую очередь, Ассаруме. Общественный фонд строим дома на народные средства, помогаем тем, кто вот на грани уже, малоимущие, многодетные семьи, которым дом вот становится, как крепость и выводят из больших проблем. Ассаруме, это, как вы сказали, общественный фонд, и вы существуете на, вот, как это называется, на пожертвования, да, наверное, простых граждан. Вы объявляете сборы под конкретные какие-то, да, цели, семьи. Вы говорите строить. Я думаю, что вы покупаете дома. А я сказал, строим, да? Да. Изначально мы строить, вообще, изначально, ассаруме со стройки начинался. И вот мы еще и продолжаем. Нет, нет. Вот летом мы построили вот под Алма-Той за аэропортом, микро-район Аль-Мирик дом. Осенью начали строить в Талгари, поселок Байбула. Но в основном мы покупаем дома. Покупаем и дарим. Это намного легче. Ну и быстрее, наверное, да? Конечно. Вот по вашему опыту дом можно построить для семьи, ну, обычно вы строите, не знаю, 3-5 комнат, сколько? Строим трехкомнатные дома. Трехкомнатные дома. За какой бюджет можно такой дом построить? Вот давайте сразу вспомним, в Алма-Той мы летом строили в Аль-Мирике для пяти семей. Вот такой длинный барачный стильный дом. Планировка вообще классная. Трехкомнатные дома, квартиры по 60 квадратов. Тридцать пять миллионов тенге мы все построили. Тридцать пять миллионов это дома для пяти семей? Да. Один дом с раздельными квартирами, входом, заборы, огражденная территория. Пять семей. Мы туда заселили, если не ошибаюсь, около 30 детей. Там сейчас тяжелые жизненные ситуации. Вот в 35 миллионов тенге. Прекрасно. Как максимум. Здорово. Но сейчас вы больше покупаете, потому что, как мы уже с вами и говорим, это, наверное, это быстрее действовательнее и под это тоже, наверное, я не знаю, легче под покупку дома объявлять сбор или нашим жертвующим неважно. То есть легче на стройку или на покупку дома? На покупку. На покупку. Как вы это объясняете? Почему так? Покупка вот семья. Вот у нее такая-то проблема. Мы все показали. Деньги собираются, может быть, за два-три дня. И семья сама ищет дом, она может найти его за недельку-две. И то есть коннектная связь. Человек видит, что он 500 тенге положил или 1000 или 5000. И видит, что через недельку-две эти его тысячи тенге превратились в дом. Быстрый результат. И соответственно, это вот, как скажем так, возбуждает людей, побуждает еще на новые добрые дела. Строительство – долгий процесс. Четыре месяца. Ну да, да. Я представляю себе, как это, наверное, сложно, долго, как много нужно внимания к деталям там. Скажите мне, пожалуйста, я не нашел информацию, может быть, плохо искал, почему фонд называется Ас-Аруме и что это значит? Ну да, вот, кстати, я в семье были мы недавно. И там вот мы столкнулись с тем, что, ну я сам городской русскоязычный, хотя вот сейчас стараемся всячески и казахский контент поднимать. А там семей тоже много русскоязычных. И один вот волонтер спрашивает, расскажите, а что значит Ас-Ар? Ас – это, видимо, Ас-Хат говорит, а Ар-Ар – это Арман или Ар-Дар. Я сначала думал, пошутил, оказывается, серьезно. Ас-Ар – это вот вы знаете уже, наверное, все и знают. Это древняя казахская культура безвозмездно помочь кому-то построить дом. И теперь две точки зрения насчет уме. Одни говорят, что это синоним просто Ас-Ару. Просто уже этим словом не пользуются. Вторые филологи говорят, что уме – это вот тем людям, которые пришли безвозмездно построить кому-то дом, вторая группа безвозмездно всех кормит. Бараны закололи там или кони, коня и всех вот накрыли стол там. Вот это уме. И вот мы вокруг этого все и выстраиваем свою философию, свою программу. Ну, отображает полностью то, чем вы занимаетесь. Здорово. Ну, я, если не ошибаюсь, изначально вы занимались вообще предпринимательством и бизнесом. Да. И уже позже появилась благотворительность у вас на горизонте. И сейчас благотворительность 80% вашего времени, как вы сами сказали. Каким бизнесом вы занимались и почему? Ну, то есть обычно же люди, которые погружаются в добывание денег в предпринимательство, они уходят с головой. Вы, наоборот, оттуда ушли. Хотя я понимаю, что у вас есть семья, ответственность и так далее. Чем вы занимались, и как произошел этот переход в благотворительность для вас? Я вообще изначально продажник, если так говорят. Я выходил из торговли, очень люблю торговать. Были у меня команды торговцев, фирмы, тренинги я проводил. Где-то, наверное, с 9 по 13 года активно. И основной деятельностью была торговля, оптовая по Казахстану, по России, средства гигиены, шампуни, порошки и так далее. И в 15-м году был для меня, ну, и без этого был, и до этого были проблемы. Не все же правильно делаешь. А в 15-м году пожар, склад прямо. Вот, казалось бы, знаете, вот действительно, это был Казахстан, шашал десе басалада. И возгорание у меня было на складе, площадью, наверное, вот как стол. Парта бывает же. Вот на такой площади лежали где-то 3-4 коробки. Так. В 6 часов мы закрыли склад, с рынка выехали. Через минут 15-20 звонят, говорит, Асхат, горишь. Соседник говорит, братан, возвращайся, горишь, говорит. Я ничего себе, еще пробки же в 6 часов. Парахолка. Разворачиваемся, едем, приезжает там уже дым, и пожарная все смывает там, и зайти не могу. Оказывается, как картина была. Дым шел, лампа вот сплавилась, на коробке капает, началось возгорание. Охранники увидев дым, ну, взломали, инициативу проявили, взломали, огнетушителем потушили. Но кто-то вот в ходе, на начальной стадии позвонил, а пожарная приехала, не разбираясь, все четыре контейнера просто вот разбили. Просто смыли. Залили, да? Да, продукция это легкая, как косметика, что там, напором все полки вот так смыли и ногами протоптали. Ой, кошмар. Хотя там уже не было пожара. И все, 4 грузовика негодного товара. Вы оценивали ущерб? Считали? Большой. О каких суммах мы говорим? Вот тогда вы потеряли сколько? Ну, если говорить про 4 грузовика, там, как минимум, 40-50 миллионов тенге. 40-50 миллионов тенге вот так вот за несколько минут вас сгорело просто. И еще ладно бы, если бы это мой собственный товар был. Есть же дебиторка, кредиторка. У кого-то товар взял, его не стало. И, как правило, тогда было принято, сейчас нет уже. Некоторые расчеты в долларах бывали, я не знаю. Может быть, я где-то в долларах зря сказал, но бывало. И, соответственно, через месяц началась ситуация еще хуже. Доллар пошел вверх. Девальвация. Девальвация. Когда со 80-ти мы ушли. Я еще такой сижу, думаю, на 250, наверное, остановится. Не может быть такого. Не может быть, чтобы так все. Сейчас мы вон куда пришли. А он рос, и рос, и рос. Как, Асхат, вы в такой ситуации не сломались вообще? Не ушли, запивать горе. Не ушли, не озлобились. А наоборот, даже потом стали помогать другим. Что помогло вам? Вот этот вопрос, я думаю, актуально. Потому что очень же много мужчин сейчас попадают в похожие ситуации. Просто у кого-то, может быть, не сгорел склад, может быть, он развелся. Может быть, со здоровьем у кого-то проблемы. Кто-то квартиры лишился. Кстати, я тоже тогда всего лишился и без ничего остался. Вам пришлось продавать все, чтобы закрывать долги? Да, все. Еще и в долгах остался. То есть в минусах по полной. И поэтому я говорю, мужчина хороший тот, кто хороший в конце. Вот я тренер наш так говорю по боксу. И неважно, может быть, сейчас кризис, может быть, у каждого какая-то проблема. Ну, как вы говорите, не обязательно себя хорошо показать в первом, втором раунде. Важно, какой будешь в конце. Не обязательно, что сейчас конец. Вот у каждого. У меня была в 16-15 году проблема. Я знал, что рано или поздно это может, как свет в конце туны или появится. Надо терпеть и идти дальше. Вот, кстати, терпеть. Это, наверное, наше поколение хорошо это знает. Что такое терпеть, выносливость проявлять. Сейчас я вот с молодежью много работаю. Вот этого не хватает. существо ищут другое поле зеленее. И хотят всего быстро. Да, хотят всего быстро. Да, это большая тема. Как вы не сломались просто в этот момент. Это семья, это друзья, это какие-то другие обстоятельства. Вы на что-то отвлеклись, что-то вам духовно помогло, что или все вместе. Как это было? Духовно это однозначно. То есть по нашей культуре, религии я сто процентов уверен, что за каждую трудность облегчение. И сейчас по факту мы видим по в Саруме семьи, которые 10 лет, 15 лет ютятся в 25 квадратах восьмером, живут там плюс-минус на 250-300 тысяч тенге пособия, зарплаты и все вместе. И они получают такой подарок. То есть у каждого есть свое облегчение, оно обязательно будет. И многие проблемы-то из-за нас самих. Я это понимаю, что я не могу сказать только из-за пожара все проблемы. Я и до этого ошибки совершал, и до сих пор. Но духовность тогда... А вот знаете, еще есть такое историческое, абибентальное. В нас я как историк теперь. Я изначально историк, потом предприниматель. По образованию? Да, по образованию. Даже не постесняюсь сказать, может быть, это даже призвание. Казахстан, и вообще тюрки, вообще степные народы, у них был такой подход, которым я когда-то в 16-17 году воспользовался, и который может реально помочь каждому, кто смотрит это видео, и кто сталкивается с проблемами, или столкнулся. Когда вольный, вот, Ербатыр. У Батыра всегда три ипостаси. Это воля, свободный, никому ничего не должен, не повинуюсь, непокорный. Непокорный не просто кому-то, начальнику, шефу, а непокорный перед проблемами. Испытанием враг наступает, непогода, скот погибает. Я вольный и непокорный. Меня это не сломит. Воля, честь. Я за свою честь Сида отстаю и за честь своего рода. И долг. Долг в плане, наши же предки по-другому росли. Они росли, что я ответственен за своих сестер, апа, ажи, мать, отца, за свой род. И это всегда заводило наших предков мужчин. Потому что не совсем дисциплинированного, воинственного, необузданного мужчину, который не любит томами читать литературу, в академии сидеть, его собирает и структурирует ответственность. Это большая философия, как наши предки смогли в таких условиях суровых, в резкоконтинентальном климате остаться большими личностями. И у наших предков, не у этих, а у наших, наступает враг, наступает проблема. То есть в современное время. Как на меня наступала проблема по всем фронтам. Кризисный момент? Да. У них, хоть это были казахи, копчаки, тюрки и так далее, даже монголы, нагайцы, наступает по всем фронтам враг, сопротивляются до конца. Прямо бьются насмерть. Как я пытался и бился насмерть, скажем так, в кавычках, со своими проблемами. Но бывает, что все, пиши, пропало. Все, не помогают твои усилия. Бесполезно. Тут нельзя быть упрямым. Все, когда мы смотрим параллели, они разворачивались спиной к врагу и наступали на новые территории. И завоевывали их. Это прям, когда джунгары были под угрозой того, что проиграют восточный фронт цином, они сказали, мы не покоримся цином, и пока будем проигрывать восточный фронт, мы должны уже зажигать где-то в Жамбульской области, и, скажем так, в сарарке, в яйцу пасти свой скот. Когда шейбаниды проигрывали казахам, шейбаниды сказали, мы не будем покоряться предкам Жанебека Кирея, мы пойдем и захватим земли между Амударьёй и Савидарьёй, где были потомки Тамерлана, Тимура. Они завоевали эти земли. Когда праправнук Тимура сопротивлялся этим шейбанидам, бился насмерть со своими врагами, когда он понял, что бесполезно, он со своими сторонниками пошел в Афганистан, взял поддержку родственников, войско, пошел на Индию, завоевал ее и стал бобуром. Он основал государство Великих Моголов. То есть многие всплески в истории Кочинников это после того, как они проиграли где-то, но они сломились. И я тогда понял, я уже все, скорее всего, я пропал. Я на этом фронте выдержу максимум годик два. Это вы про 15-16 годы? Да, 15-16 годы. Я, скорее всего, моих сил хватит на 17 год. Но что дальше? В чем же я могу себя еще проявить, где тот фронт, на который я должен наступать, пока трескается там? И этим фронтом оказались в данном случае соцсети, Инстаграм. Я вообще начал там в Инстаграме тренинги давать. Думал, если он проводил оффлайн, значит, надо на онлайн перестроиться. Надо узнавать, что такое Инстаграм. Я в 16-ом году только понял, что это. Понимал, у меня камеры нет, денег нет, чтобы нанимать съемочную группу. Все, уже кризис. Надо на айфон попробовать снимать. И все ролики, и о Саруме первые ролики, и на Маттудэй, это айфон 8+. Амамбос, ну вообще. До сих пор хожу. Есть другой, конечно, но не предаю. 8+. Здорово. Хочу по поводу вашего фонда уточнить. Скажите мне, пожалуйста, если вкратце, какие основные критерии важны для вас в отборе тех семей, которым вы будете помогать? И вместе с этим, какие факторы остановят вас, что вот если вот эти вещи есть в той или иной семье, мы не поможем. Несмотря на то, как им тяжело. Ну, в первую очередь, самый базовый критерий, это наличие 6-7-8 несовершеннолетних детей в семье. Жилищные условия, квадратура, сама обстановка должна быть, вот прям за себя говорить, тяжелая жизненная ситуация. Доход с учетом всех пособий на всех вот этих 6-7-8, вот с родителями 8-9 человек должен не превышать 300 тысяч тенге. И с отечающими обстоятельствами мы часто рассматриваем семью с пятью детьми. Бывает, когда либо супруг инвалид, у него проблемы. Вот недавно у нас был такой случай. Либо сама женщина, вдова, еще и проблемы со здоровьем, и у кого-то из детей. Может быть, патология, инвалидность и так далее. Такой мы тоже спешим на помощь. Что остановит вас от того, чтобы помочь? Наличие имущества, это в первую очередь. То есть, если уже есть дом, например? Да, мы все документы проверяем дотошно. Мы иногда прям заморачиваемся. Иногда мы прям устаем, говорим, подождите, Дегетерин, может быть, попроще? Критерий отпустим. Потому что для нас важно справедливо воспользоваться народными средствами. Потому что, да, с одной стороны, влияет наша философия, где намерение, не за известность, не за то, чтобы говорили, вот вы какие молодцы, там Асхаты, вообще попечитель всех вдов и сирот. Нет. Намерение, честность, трудолюбие. В трудолюбие входит там и бизнес инструменты, мы как менеджмент выстраиваем там процессы. Но второй момент – это наши подписчики, которые вот искренне берут, вот прямо искренне от души. Часто это те, которые 3-4 тысячи тенге в день максимум могут потратить. Это максимум. С учетом на проезд, на дорогу. И они вот выделяют свои 700 тенге. Это их помощь. Третья – это семья. Третий элемент для того, чтобы собрать сбор, а может быть еще и перебор, чтобы еще 2-3 семьи обеспечить параллельно с педжилем. Это вот искренне нуждающаяся настоящая семья. Вы где-то в интервью говорили, что у вас уходит около 15 дней на проверку того или другого кандидата. Часто ошибались вы. То есть часто было так, что вроде бы уже все сходится, а потом вы впоследствии узнаете, что оказывается вот там вот кое-что припрятали. Мы были к этому не готовы. Такого, кстати, не так много бывает. Но вот буквально недавно прям был случай, мы уже приехали к семье с блогером с намерением ей объявить сбор. То есть подарить дом, собрать деньги. Семья не знает. У нас вся информация на бумаге есть. Модераторы там были, волонтеры. Проверяли уже, да? Да, проверяли. Теперь мы едем с блогером, известный блогер. Представляете, вот сразу начинаются нестыковки. У меня информация, что ей когда-то дарили этой семье дом за миллион тенге. Представляете, какой дом за миллион тенге? Ну да. Он обвалился через год. Там ремонт требовался, они опять попали в тяжелую ситуацию. Потом я выясняю, что, оказывается, в этом городе уже телевидение приезжало, объявили им сбор. Я это не понимаю. Такого мы не знаем. А сколько вы здесь живете? Дом ужасный где живут. Плесенью прям пахнет, дышать тяжело. Семь лет, говорит. Ребенок тут же, говорит, четыре года. «Балабары иди урлухшух». Реально. Два раза мы так. Дети выдавали родителям. И столько нестыковок, и нам пришлось отменить. Мы сказали, извините, у нас отбой. Блогер такой удивленный. Я говорю, а как вы хотели? Да, прозрачность должна быть. Хочу очень, наверное, такой непростой вопрос, даже в чем-то опасный вам задать. Но очень часто, я наблюдаю за вашими проектами, за семьями, которым вы помогаете, вы сами говорите, что очень часто за чертой бедности находятся многодетные семьи. Да. И вот есть какая-то странная взаимосвязь этого круга бедности и большого количества детей в семье. То есть мы разные голоса слышим. Да, очень часто кто-то в соцсетях осуждает, говорит, зачем вы рожаете так много детей, если вы не можете их прокормить, если вы не сможете обеспечить им образование, достойную жизнь, не сможете их обучить и так далее. А детям элементарно. Но вот я вижу вот эту вот связь. Что вы о ней думаете и в чем она заключается? Почему так? Нелегкий вопрос. Но он реально у некоторых людей вызывает прям чуть ли не агрессию. Зачем им помогать? Сами докатили, сами виноваты. Многое зависит от деталей, которые подписчики, народ не видит, о которых даже иногда неудобно говорить. Неэтично. Часть семей, которые мы показываем в видеороликах, это женщины, которые остались одни. Которыми сейчас может быть даже младше нас. Реально, часть семей, часть женщин младше меня. А на картинке как будто им по 45 лет. Вот проблема. Они, как правило, даже 15 лет назад, когда первый ребенок у них появился, они не думали, что когда-то Асаромей к ним приедет. Какой-то бородатый мужчина приедет и будет народом собирать деньги. Это была Агири Масель Саула, которая ничего не подозревала. Нормальная девушка, ей встречался какой-то мужчина, я не знаю, никого не хочу обидеть, Ермек допустим. Они начали совместную жизнь и поняли через три года, что они не друг для друга созданы. Скажем так. Как правило, я много анализирую с такими семьями, выбор спутника, как правило, изначально неправильный. Но и с другой стороны, уровень, скажем, культурный, моральный, какой у женщины или у мужчины, такой встречается спутник. Часто. Видим прям. Если карты играют, проигрывают в автоматах, выпивают часто, работают только на чернорабочего, как правило, ему похоже супруга встречается. И она развилась, три года прошло, у нее один ребенок. Первые два года все мужчины гады. Но через три-четыре года все-таки надо еще раз попытаться. Правильно, надо стараться. Родители у таких живут в ауле, далеко за тысячу, две тысячи километров, у которой тоже не хватает средств ей помочь. Да, поддержки нет. Да, братья или сестры, они сами своими семьями там стараются, мыкаются. Она вот ютится теперь в однокомнатной, пытается где-то работать, опять замуж выходит. и там какой-то теперь берег выходит и говорит, мен син бах тхлам. Ребенка твоего поднимем, давай. Бывает с двумя детьми выходит. И так или иначе, бывает два-три брака. И это приличные люди, порядочные. Не из-за того, что они просто по страстям идут, эмоции. Не умеют выстраивать отношения друг с другом. Где-то через чур много терпят, что потом она ему на голову садится, как он говорит. И она говорит, он меня иногда бьет, выпивает. И бывает от двух-трех супругов. А каждый супруг хочет ребенка. И в общем, когда у нее два, максимум три брака прошло, она не отдала детей, не сдала их никуда, не бросила их, старается. Все. Айгуль, Асель, которая была, когда ей было 20 лет, уже мало, что осталось. Сидеет, зубы падают. Вот такие реалии. И теперь прийти и сказать, сама виновата. Сама она рожала. И это вообще это и не по-мужски. И с другой стороны, а дети что же, виноваты что ли? Мы же в основном стараемся для детей же. Она-то уже осознала ошибки, или он, или они вместе. Там свои детали. Когда теперь муж и жена вместе, это вообще крутые люди, которые 15-17 лет идут через проблемы. Но у них он когда-то упал со стройки с высоты. На два года вышел из строя. Ему полтора миллиона понадобилось на лечение. В кредитах. Ребенок заболел. Ему 700 тысяч денег понадобилось на лечение. Мы все смотрим же, хронологию их. И вот доллар уволили. И вот такие нестыковки, а у них 5-6 детей. И он все равно уже старается, мыкается. Ему уже 45 лет. Его сейчас не поддержишь, вообще еще хуже будет. Почему бы не поддержать? Если все критерии базовые прошли, мы должны им помочь. А вот что называется круг бедности. Я думаю, вы знакомы с этой концепцией, когда человек не может вырваться из вот этого и окружения, и типа мышления. Да. Мышление бедного человека, когда вот человек все время живет в долг, ему все время не хватает, он все время перекрывает одни долги другими. С этой стороной вы как-то взаимодействуете, работаете, или ваша ответственность она больше заканчивается вот и в этом ничего плохого нет, но просто хочу уточнить, или ваша ответственность заканчивается тогда, когда вы купили им дом. И вот это то, что вы видите основной своей миссией. Потому что я почему спрашиваю? У человека может появиться дом, но он этот дом может также потерять, если у него нет правильных навыков, привычек, если он не перестраивается. Потеряет. Большинство таких людей, они, я думаю, 50% потеряют, но мы в избежании этого делаем определенные правила. Мы оформляем на родителя, и на младшего ребенка. Это не дает возможность в залог поставить дом. Даже усложняет сильно процесс продажи дома. То есть до совершеннолетия ребенка этого продать практически невозможно. А встает отдел опеки и заступается за ребенка. То есть мы нашли такой ход, чтобы... А то действительно, там есть такие привычки, что можно опять все заново потерять и остаться у разбитого коридца. Это очень мудро, что вы нашли такой способ, такой метод, чтобы каким-то образом обезопасить, хотя бы детям, ради которых тоже, вы этот дом покупаете, чтобы у них эти годы, хотя бы, было жилье. И вот Тимур, вы еще задали вопрос, остается ли наша миссия только отдать дом и все. Мы это через 3-4 месяца, через полгода несколько раз приезжаем. Они и сами зовут, детки Келлинзгер, гости. Во-первых, когда мы к ним приезжали на модерацию проверять их, документы, искренность, жилищные условия, у всех лепешка, с такой чай, сахар и все. Иногда, может быть, что-то еще. Когда мы их видим через 4 месяца, это другие лица. Лица другие, дети вольно живут. Мы говорим, дети теперь пусть вольно живут. Даже не говорите соседям, что Асаруме вам подарил дом. Это ваш дом. Потому что дети, они уже затырканы, когда им мама говорит, не шуми, сейчас хозяйка придет, соседи жалуются на вас, и ребенок вот так растет. Они не уверены в себе. А для ребенка это вообще проблема. И теперь они, как у себя дома, хозяев. А если супруга есть, то мы даже через полгода видели, кто-то взял D1X, уже старается. Расходов нет, на 50-60 тысяч арендового жилья, как раньше был. Пособие еще получать, так как они прописались в этом доме. Прописка появилась. И душевно-моральная разгрузка, когда теперь женщина знает, что эти шторы я себе домой. Вот одна мама рассказывала, говорит, я кряхтела, мы с пятью детьми, она осталась одна, вдова муж скончался. Мы говорит, бетон, и небольшой ковролан, и курпешка. Я утром просыпался, у меня спина кряхтела. Мы говорит, неделю, одежду толком не меняли, душа нет дома. И по возвращении из дома она картон собирает, где работает, посудомощится, и там что-то, дощечки берет и топит. И дети так же жили. И потом мы через три месяца к ней приехали, у них другая обстановка. Она говорит, я как будто с людьми на уровень вышел. Родственники ко мне по-другому посмотрели на меня. Коллеги говорят, я сейчас гостей, я сейчас, говорит, наслаждайся от того, что я ложки или кастрюлю себе домой покупаю. Это большая крепость. Это правда. Это правда. И это, наверное, меняет отношения и к себе в первую очередь. Люди начинают с уважением и к себе тоже относиться. И взрослые, и дети. Здорово. Спасибо вам большое, что вы такую работу делаете. Мы стараемся. Это с народом вместе. Это да, да. И, наверное, в этом все прелесть тоже. Я хочу вас процитировать. Вы как-то сказали, что вы вообще много пишите о роли мужчины у себя в социальных сетях, о том, что мужчины обмельчали и так далее. Вот вы как-то написали, когда размышляли о, точнее, вы в интервью сказали, когда размышляли о том, почему вообще вот такая у нас ситуация, такой кризис у нас, да, в отношениях мужчин-женщин в семьях. Вы сказали, что вот причина вторая, это то, что мужчины измельчали. Я как мужчина скажу, что большинство мужчин стали подлецами. При долгах и кредитах его увольняют, жена начинает пилить, а он не выдерживает, уходит из дома или спивается. Сам вижу это часто. В итоге женщина тащит на себе всех детей. Вот что пошло не так? В чем причина и почему мужчины стали подлецами? Почему они стали выбирать такой легкий вариант, вставать и уходить? Что у женщин такого варианта нет. Но это гораздо реже происходит, что мать ушла из семьи. Ну то есть вот я такие истории практически не слышу. А о мужчинах мы слышим это очень часто. В чем дело? Почему так? Я могу не говорить, что все мое мнение это последняя инстанция и решение только здесь. Но я наблюдаю, что часто и те семьи, где проблемы, видим мужа, в своем окружении, у тех людей, которых по жизни встречал 10-20 лет назад. Такие проблемы часто, где мужчины росли с мамой, без отца. Есть такая связь. Я это сам в какой-то мере прошел. Потому что я тоже рос без отца. Но очень многие представители нашего поколения выросли без активного присутствия отца или вообще без отца. Трагедия для мужчин, трагедия 20-го века, трагедия последних сорока лет в Казахстане, что мужчины и так мало времени проводят с детьми и сыном в том числе. Тем более. Так еще и развелись. Это вообще там были дистанции такие, что год не видишь, пять лет не видишь отца. И мужского участия в воспитании мужчин, мальчиков не было. И это в любом случае оставило свой след. Потому что мама, как правило, в 90-х поднимала таких мальчиков одна. Барахолка вон там сумки тащит, под дождь, под снег, выгружает, в камеру хранения несет. Я сам это видел. Мама у меня так, скажем так, меня поднимала. А женщина создана не для этого же, чтобы на барахолке на морозе стоять, еще потом идти домой кушать, еще думать, как одеть в школу, еще уроки надо сделать, еще как-то в воспитании участвовать. Она срывается, вспыльчиво становится, нервозность появляется. И гиперзаботливость, гиперзабота материнская, она приводит к тому, что часто, не всегда материнская, что вот это не сделай, туда не ходи, это не трогай, сейчас прольешь, да я сама сделаю, у тебя не получится. Ой, ну как ты так мог сделать, зачем ты так поступил? И так или иначе, когда человек маленький, ну мальчик видит это 10-15 лет, он часто становится безинициативным, робким, иногда чрезмерно скромным. Не берущим ответственность на себя. Да, боящим ответственность. И еще бывает такое, что вот я часто это вижу на юге, на нашем Казахстанском юге, когда за мальчика вот так прям его стряхиваю с него, и потом 25 лет, как Аманат, келлинки отдают. Ты отвечаешь за него. Береги. Береги, да. Часто я такое вижу, я удивлен. И я сам запада у нас, я такого по крайней мере не припомню. И потом не дай бог, я говорю, если в 35 лет, Аллах Сахтасан, если жена уйдет или скончается, такой мужчина часто мхом зарастет, он привык, что за ними заботится. А теперь, когда появляются трудности, как правило, в нем не хватает выносливости и стойкости, взять на себя удар. Потому что в школе, Тимур, может, вы знаете, и все на них знают, когда вот такой мальчик, когда ему было 10-15 лет, в школах у нас учителя такие же были, администраторы, которые тоже могут быть развивлены. Это тоже проблемы, которые привыкли диктовать. Авторитарные методы. и все, и так, и так. А еще девочки перегоняют в развитии, в тот момент. Мальчики отстают, и они прячутся за девочкой на последних партах. Когда надо взять на себя ответственность и сказать, да, я не готов, прошу прощения. Вот это вот. Я поэтому говорю, может быть даже в какой-то мере решения, может быть, кому-то 35-40, кто сейчас полностью сдался и ушел в неизвестное направление от своей семьи, мягко говоря, то ему может быть где-то поздновато. Даже. А вот кому сейчас 12-15 лет, я вот советую родителям говорить, как есть прямо, вежливо. Извиняюсь, Харласа Новорозбаевна, я не подготовился, потому что в ауле у нас свет отключали, там у меня три сестренки, мама заболела. Как есть вот это сказать, выдержать эту нагрузку. Как есть, вот у меня в детстве проблема была, я всегда, у меня обчекрыживали. Стригли плохо. Все время мне не везло. Вот одна из причин, я стеснялся сказать, как есть, как мне надо. Мама отпускает, иди постригись. Я иду и говорю, вот так, вот так. А в 90-х что там? Вот так, вот так постригут, и я вижу, что не так все пошло. Я стесняюсь сказать, поправьте. Вот был такой период в моей жизни. Так и ходил годами, да? Да, да. А потом себя кушаешь, неудобно с верстниками ходить, так натягиваешь, помоешь, намочишь. Вот такая тонкость. А нужно сказать, как есть. Подождите, мне нужно вот так и вот так, где-то фотку показать, где-то вот так, и отстоять свою точку зрения. Да, отличный пример. Такой простой, но правда, что в очень таких вот повседневно простых вещах можно учиться проявлять свое Я. Да, вот это нужно. И я часто, как историк, говорю, не каждый Кабамбай, Букинбай, Есет, Райнбек стали сразу такими. Они сначала со взрослыми вот так сидели в застолье, пошли на охоту, пошли на кукпар, пошли на барнту отгонять скот у врага ночью, 150 коней. Потом он пошел ван Ракайскую битву. И вот, то есть не каждый мужчина должен сразу встать там. Если у него нет вот этого подготовительной базы, прошлых подготовительных упражнений, в 25 лет там увидев в фильме какого-то там тигра или послушав какой-то тренинг, ему тяжело это будет сделать. Да, да, я согласен, потому что мужчина, его становление состоит из огромного количества обрядов посвящения. Вот, точно. Маленьких, крупнее, 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 крупнее. Вот, правильно сказали. Отлично. Спасибо большое. Это, да, очень здравая мысль. Но вот, если все-таки возвращаться, вы говорите, что вот мы формируемся в семье, да, мама, папа, вы сами выросли в неполной семье, вы сейчас говорите. О вашем детстве расскажите, о вашей семье и как она на вас повлияла? То есть, как она вас сформировала? Ну, я очень благодарен своей маме. Это вообще бесценный человек, ну, как для любого мужчины. Тем более, я один еще. А, вы единственный ребенок? Да. И я видел очень много трудностей. Наверное, практически такие же трудности, которые видят сейчас в ассароме семьи. Просто мы не жили, мама не позволяла себе, вот это вот нужно понять, не позволяет себе ниже планки спуститься. переехать в такой дом, где вот так все мрачно. Некоторые семьи должны отстоять эту планку, как и мужчины, женщины. Она отстояла какой-то уровень жизни, хотя это было ей крайне тяжело сделать, вкладывала в образование, хотя это было тяжело. за что я и пожизненно благодарен, если так можно отмазаться с таким словом. Это недостаточно. И я жил-то в Ахтубе, а это Ахтубе лес. Это Дикий Запад. Где очень суровые понятия. А Нагашлар мои росли, жили в том ауле, который может быть один из самых хулиганских, скажем, бандитских аулов, может быть даже в Казахстане. Но в Ахтубинской области точно. И я постиг вот это от родственников, от окружения Ахтубинского очень много какой-то момент суровости. Как бы я сейчас не казался художником-архитектором. В жизни было очень много сложного. 6-7 лет в боксе, очень много передряг на улице, очень много в универе, брал на себя иногда непомерные, хотя был там 55-57 килограмм. И мне в какой-то мере гиперзаботу мамы, где эта забота стала превращать меня в такого очень скромного человека. порой через чур, приводящий даже к неуверенности, помогло то, что я почувствовал вот этого батырства. Потому что потом-то с годами я понимал, что в моей крови, как и в крови вашей, или в любых, там Салматы, Сускемена, с Петропавлом и Шимкентом, есть очень много батыров в крае. Это особенность, которой нет в китайцах, в узбеках, в русских, французах. А батыры это кто? Авантюризис. Это не просто солдат, регулярно армию, по барабану идет налево, направо. Это вольный человек, который по крику души, по гражданскому долгу идет и помогает другому роду. Как тогда понимание были? Там наступают ойраты, калмыкии, и мы должны помочь им. И он идет, и в первых рядах бросается. Не совсем дисциплинированно, но он это делает. Авантюризм. А дай попробуй, а вдруг пройдет. Я должен это сделать, я что, не смогу что ли? И свою кровь смотришь, у меня в крови как бы хватает этих батыров. Я видел это, отголоски их, допустим, не хочу как бы говорить, но если, как есть говорить, в 7-8 классе, мы помню, были на речке, я только-только плохо плавал, это в ауле было, 10 километров ни одной души, мы с соседом приехали на велосипеде, там сидели две девушки, я помню, русские девчонки, и один их сосед, парнишка хазах, ему лет 17 было, а девчонкам где-то по 13-14, две родные сестры, сестры. И они такие по-казахски общаются, сидим, аулы. И одна говорит, да я попробую поплавать, говорит, не умеет, и мы, узничья такие, мы пловцы, типа, вот так делай ногами, вот так. И она за веревку цепляется, там к трубе была привязана, река узкая, но 3 метра где-то глубины, веревка оказалась неприкрепленная, и она отплывает, там такая ужасная картина, взрослых нет. вот эта сестра, вот так прямо плачет уже, прям доли секунды. Вот этот оказывается 17-летний, он и до этого сказал, я не умею плавать. Мой сосед такой, как будто не учрежденный стал. и да, Аллан Каламин, у меня бывает, не знаю, я тогда анализируешь, стоп отключается. Я плавать сам не умею, я в трико, в носках, в чем был, я прыгнул к ней, подплыкнул, никогда в жизни же не спасаешь, она крупная, она меня чуть не убила там. Нельзя, оказывается, подплывать, лоб в лоб. Она меня прям вцепилась, мертвой хваткой, и мы там, я сам жизнь свою спасал. Эти детвора, вот так цепочку выстроились, и ее вытащили. Она умудрилась, я прям чувствовала, она вот так вцепилась, то ли за волосы, то ли что. И еще, знаете, вот так вот, ногами раз, и меня вниз, и сама вот такое ощущение, как будто вылезло. Ее вот так вытащили, я уже сил нет уже. У меня почему бамины слова, прям вот так же пролетели, не ходи на водокачку, а я вот на водокачку приехал именно. И я вот так выплыл, сил нет, не знаю, в какую сторону плыть, ногами вот так делаю уже, и они меня раз, отцепили, вытащили. То есть это тоже, в какой-то мере, в каждом, я думаю, в нашей крови есть. Не думать, что выгодно мне это, невыгодно, что будет, о последствиях. И такого в жизни у меня часто бывало. Соответственно, когда вот это было гиперзабота женская, с тем, что я увидел мужской мир, еще таких батыров, которые говорили, вот так делай, вот так не делай. Вот это неправильно, за это ответишь. Такое было. и вот это вот у меня компенсировало то, что я все-таки пришел к тому, что я мужчина. я должен с ним делать, если сказал сделать, но соответственно, не говори много. Молчание навезло. И если, как сдерживать обещания? Мало говорить. Мало обещать? Да, мало обещать. Все. И вот так или иначе, вот так выстраивался мир мужчины, скажем так. Вы, вот если можно уточнить, вы отца видели, не видели? Видел, видел. Позже скончался, а так редко. Вот вы рассказываете о том, что вашей маме тоже было нелегко. Да. И вы с этим росли, вы очень ей за это благодарны. Спасибо большое вашей маме за то, что она вас вырастила. Все отдала. Сейчас, когда вы уже взрослый мужчина, или даже когда вы только думали о том, чтобы жениться, например, есть какие-то вещи, которые вы вот для себя установили и сказали, я вот так поступать не буду, вот таких ошибок повторять не буду. Грубо говоря, вот вы сами лично в браке, в отношении к женщине, что для вас важно? Вот, кстати, тоже больной вопрос, потому что мы по Саруме, а Саруме это же как? Это Казахстан. Мы видим реальную жизнь, не каких-то там историй из Америки, Японии, а вот наших земляков, которые близки к нашему менталитету, с привычками нашими. И вы видите реальную жизнь, а не инстаграмную, к которой мы сейчас все привыкли, воспринимаем ее как реальность. И часто там выходит так, что в проблемах, когда тоже мужчина, мальчиком рос один с мамой, и теперь у нее проблемы, потому что Енешка есть, Кельн есть, он в тупике в какой-то момент. Поэтому я с годами пришел к выводу, и, может быть, многим советую, прислушаться. Не обязательно принимать. Мама это мама. Это вот бесценные и высоко стоящие. А жена это другое. Нужно выстраивать так отношения, чтобы не говорить, кто важнее мама или жена. Из-за этого куча проблем просто в Казахстане произошло. Вы сталкивались сами? Да. Конечно. Я думаю, много кто столкнулся. И надо выстраивать изначально. Вот для мужчины, что важно, не допускать. Это тоже активно научились. То есть поводу не давать. Поводу не давать с собой плохо обращаться. Кстати, будешь другим плохо обращаться, скажем так, другим дал к себе также обратиться. Не давать поводу кому-то сказать, иди принеси в этой, когда тебе это 17 лет. Иди туда сбегай, еще быстрее давай. Не давать поводу, в каком моменте, даже как бы это ни звучало, что изначально, когда еще не женился, с потенциальным, ну с Хайнаташкой встречаешься, надо уже сказать, очертить границы мужчина должен. О, я вас уважаю. Я благодарен вам за то, что вы воспитали такую дочь. Видно сразу, вы достойный мужчина. Это вот моя мама. Самый близкий мне человек, кто любит ее, ценит. С тем у меня никогда в жизни проблем не бывает. Надеюсь, мы будем всегда жить в мире, в согласии. То есть, мужчина должен хотя бы намеком уже границы свои показывать, которые нарушать, не советует он. Но, вежливо. Дипломатично. Да, без наглости. Как вы, вообще, думаю, что вы тоже замечаете, даже в ваших историях, тех людей, которым вы помогаете, такое очень серьезное потребительское отношение к женщинам у нас. Очень многие хотят воспользоваться и в любой момент уйти, просто вот так вот, даже не задумываясь дважды. И даже, знаете, вот я же понимаю, что вы человек верующий. Вот как быть в ситуации, когда верующие люди, мужчины, ведут себя недостойно? Когда они используют право вот эту лицензию сказать одно слово, которое засчитывается как развод, и у тебя есть право уйти просто от женщины, ни за что не отвечая. И я видел, как этим пользовались. Я видел, как люди по телефону просто, потому что они не хотят смотреть просто на эту женщину, по телефону говорят вот слово, и вот она свободна, ничего ни на что не претендует. Более того, теперь она еще и порицание общественное на себя чувствует, потому что с ней развелись, ее бросили. С двумя-тремя детьми. С двумя-тремя детьми. А мужчина пойдет и женится еще раз. И он при этом в жамагате, в сообществе он уважаемый мужчина остается. Что с этим делать? Ну да, каждый мужчина должен понимать, что это и в текстах сказано, что если вы хотите понять, какой мужчина, посмотрите, какой он женой в семье. Это о многом говорит. Ведь мы жамагате, в обществе мы можем казаться такими батырами, самцами, альфа-самцами, интеллигентами. Очень духовными, глубокими. Да. Поэтому, что здесь сказать? Конечно, в какой-то мере стряску надо давать таким мужчинам. Я часто видел... Если не взбучку. Да, такие случаи я видел. Однажды у меня спросили, мы с актюминскими друзьями собирались, и они говорят, «Асхат, мы все понимаем, но зачем они столько детей нарожали?» И один друг говорит, «Асхат, вы же знаете мою сестру?» «Да, она когда-то замужем была, когда-то развелась, проблемы, жилья нет». И говорит, она вышла в второй или третий брак, я точно не помню. И у нее как бы от первого брака есть двое детей или трое, и от последнего двое детей. И говорит, «Я постарался помочь этому последнему где-то нам на работу устроить». И потом, на Тимирязево купил двукомнатную квартиру. Нет, нет, стараюсь поддерживать. И однажды, говорит, он начинает пить по выходным, по праздникам. И это превращается все чаще и чаще. Потом однажды, говорит, я смотрю такую картину, захожу домой, и они жена, его сестра с детьми в зале такая ситуация напряженная, сидят нервные прям ситуации. А он пьет с другом на кухне. Сидят, пьют, говорит. И он говорит, «Я брат, братишка». Ну что там, по 35 лет. И я, говорит, на кухню зашел, говорю, «Три минуты даю». «Не выйти, двоих сломаю». Он говорит, «Он говорит, если бы не я, он бы, в зале пил бы, а они бы на кухне маленькой сидели бы, и он сказал, «Эй, хатан, вергель, ананапар». То есть, часто это от того, что он не может получать. И часто родственники, женщины, они где-то должны на той прийти, гости посетить, «Кюба ла мэн», там, «Оман сэн ба», они должны понимать, не так, что, «Мэнкзэндрара», это тоже конфликт, когда они говорят, «Ты давай отвечай за моего». Он тоже может свое сказать. А вот, как-то говорить о том, что есть кто за нее в ответе, есть кто за нее постоит. Это должно быть. Часто мы эти проблемы видим даже у тех, кто сироты. А также, подписчики не знают о том, что всем говорить. Но многое. Мы с женщинами встречали, кому дарили дома, у них родители в детстве погибли. Они росли там, здесь. И этот мужчина просто, историю слышишь, а он наглел просто. Защитить некому было? Да, да. Ее. Это не говорит, что женщины все святые. Они тоже совершают такие ошибки, что... Мы все люди. Ну, от себя, как мужчина, скажу, надо... Не можешь, не делай. Изначально даже не стоит. Вот как в бизнесе. Знаете, многие сейчас тренинг послушают и это сделают, и на буре эмоций занимает 2 миллиона тенге, и думают, что из этого он сделает бизнес, и что-то делает, и потом не получается, и это все натягивает концы с концами. И так же часто он видит какую-то девушку, и говорит, все, это она. Она мне понравилась и так далее. Эмоции. А я думаю, эмоции с рационализмом. То есть подходить к выбору партнера нужно мудро. Обязательно. Это в любом случае. У меня мама одна, допустим. Такая ситуация. Мы в однокомнатной полуторке. И сразу сказать ей, как есть. Я тебя уважаю, люблю. Ты знаешь, я не дурак, работаю, небогатый. Как ты на это смотришь? Они потом натягивают, когда уже женились, вот ближе к браку, и она тоже думает, не могу отказать, что получится. И потом у них в этой полуторке, у нее такой характер, который не позволяет вообще что-то на себя принять слово. Фыркает дверями, хлопает, и у него теперь проблемы. А как так? Это же моя мама. Она хлопает, кричит на... Ну, и все, здесь начинает много проблем. Да, интересно. Размышлять и размышлять. Но я думаю, что молодые люди, надеюсь, что они услышат хоть что-то из того, что вы сегодня говорите. Вот о чем мы сегодня вообще с вами рассуждаем. Хочу вот что спросить у вас. Если говорить о следующих нескольких годах вашей деятельности, у вас есть какая-то конкретная цель, которую вы хотите достичь, или же вы больше повседневно от одного человека, от одной семьи к другой, хотите просто помогать и продолжать это делать? Или вы хотите масштабироваться? Какие вообще планы у вас? Ну вот, мы с января месяца, даже с декабря, январь точно, 2021 года, мы взяли новую планку. Раньше мы как делали? От одной семьи в месяц, когда-то год назад, потом две, три семьи, четыре семьи в месяц обеспечивали жильем. Вот мы сейчас взяли планку и достигли ее 10 семей. в месяц. Притом, процесс мы выстроили так, чтобы от качества к количеству, не наоборот, качество важнее, чтобы хороший дом был, чтобы настоящая семья нуждающаяся. И сейчас что-то сказать конкретно тяжело мне. Понимаю. есть параллельные еще сферы, которые близлежащие, как трудоустройством заниматься этих семей или похожих, как заниматься образованием этих детей. Скорее всего, мы к этим сферам тоже дойдем. Здорово. в скором будущем. Я думаю, что у зрителей обязательно возникнет вопрос, на который нужно ответить. Вы существуете на зарплату, точнее, от фонда или же у вас есть дополнительный источник дохода, который вот ваш и вот все, это ваш доход. Первый год о Сарме, а скоро будет два года вот в мае месяце. Первый год мы работали как истинные волонтеры, работали втроем, четвером и сами дома искали, сами строили, на поле ходили, там в жаре. И через год, когда мы понимаем, что ответственность растет, нагрузки много, и теперь цели есть такие. Мы почувствовали какую-то уверенность в том, что мы можем 5-6-7 семей, сейчас мы 12 семей даже по-моему, обеспечили жильем в месяц. А это уже требует фокусировки. Это требует того, чтобы как минимум 80% времени уделять посвящать Саруме. И вот с этого времени через год существования Саруме мы пришли к тому, что уже нужно закрывать расходы. Это и моя зарплата, это и арендовать кабинет. Мы арендовали 30-ти квадратный кабинет. Мы боимся вообще. Реально, вдруг это лишний расход. Мы исходим не из того, что процент от сборов. Сегодня мы условно 20 миллионов собрали, а за 150 миллионов. несправедливо разделить 5%. Вот рынок 100 тысяч тенге, 200 тысяч тенге. мы не позволили не так, чтобы я президент фонда. Понятно, но это абсолютно оправданные расходы. Я думаю, что это еще помогает не выгореть, потому что очень многие волонтеры выгорают. Это большая тема, да. которые работают без устали какое-то время, но в какой-то момент они тоже могут сломаться. И их нужно каким-то образом подпитывать, держать в тонусе, давать отдыхать. Вы как не выгораете сами? Знаете, как мы недавно в семье были с Алией. Алия. Блогер, сама Семск. И у нас такая шутка была корыстная. И она тоже корыстная сказала. Надеюсь, Алия увидит, она поймет, ничего плохого нет. Одна из причин, что мне помогают не выгорать, их две. Первое, я по своему духовному миру верю в то, что есть та жизнь. И для той жизни я как депозит откладываю туда. Я знаю, да и Аллах, что эти добрые дела, которые я совершаю каждый, они и нам здесь понадобятся. Так или иначе. Но и то же время туда. Потому что там уже не будет расчета в виде денег, будет в расчете добрых дел. Кто-то кого-то обхитрил, обманул, сбил, убил, допустим, на том свете будет добрыми делами отдавать. Их надо побольше и с искренним намерением. И теперь, когда я направляюсь и говорю, о, здесь такая ситуация, может быть, она через 4 месяца повесится. Может быть, она через полгода отдаст приют младшего ребенка, чтобы выкрутиться. Такие случаи бывают. Это одна из причин, почему мы создали сиротство. Такие женщины по давлению проблем на полгода отдают, и часть из них навсегда оставляют там. Я говорю, за каждый шаг, Аллах Всевышний, дай мне награду. И когда я иду туда, там продукты или пытаемся что-то еще сделать, дом обеспечить, это вот, и мне иногда Алия сказал, это же корыстно. Я говорю, но это было бы корыстно, если я ждал бы от людей бы такой отдачи. И себе говорю, вот мне надо, чтобы меня аплодировали и мне надо, чтобы меня там заметили и тут заплатили деньги. Я тоже хочу дом получить. Может быть, я через этот дом себе получил? Это корыстно. И когда с таким намерением встречаешься с тем, что тебе скажут, так, мне надо другой дом, или это макароны, что ли? Мне надо было колбасу с рыбой. Ты понимаешь, что, ну, хорошо. Это не позволяет сломаться, огорчиться от результата. Соответственно, что еще помогает, не делать большие надежные результаты. Это и в бизнесе помогает, вы знаете, в семье. Делал, вкладывал, не получилось. Ничего. Делаешь, опять-таки, правила такое. Делаешь, что должен быть, что будет. Я должен сделать, а получил я хейт, или семья недовольна, ругает меня, или еще что, я свое сделал. В последнее, это мой последний вопрос. Просто вы много об этом думаете, как я уже говорил, пишете все время. У вас такие очень развернутые посты о, вообще, о мужчинах. Нас смотрят молодые мужчины. Что бы вы могли им посоветовать? На что обращать внимание? То есть, как вообще быть хорошим мужчиной, достойным? О, большая тема, опять-таки, важнейшая. Потому что все равно в нашем обществе от мужчин многое зависит. В любом обществе. Да. И относиться надо мужчине к другим так, как бы он хотел, чтобы к нему отнеслись. Вот тогда он будет относиться к своей супруге, или к девушке, как он хотел бы к себе отнеслись. Или, как он хотел бы к его дочери отнеслись. Когда он обращается там, не знаю, сотрудницей на работе, которая тоже 25 лет, которая старается зарабатывать, какие-то цели есть. Отнесись к ней, как к своей дочери. Потому что твоя дочь тоже завтра будет у кого-то работать. Все может вернуться бумерангом. Она, твоя жена, чья-то дочь, отнесись так, как ты хотел бы, чтобы ее отец к тебе отнесся. Все же закономерно. Правила бумеранга, да? Да, да, да. Поэтому справедливость, честность, мораль для мужчин, я думаю, важнее даже высшего образования. Спасибо, Асхат. Спасибо, что сегодня согласились и затронули такие очень важные не только для нас с вами, но и вообще для общества, для страны, темы. Спасибо вам, что пригласили. было очень приятно. Мне вообще, действительно. Я не зря думал и моя идея и мысль реализовалась сегодня. Слава Богу. Спасибо большое. Рахмель. Спасибо. Большое спасибо, что были с нами и посмотрели очередной выпуск проекта Ербатер. Партнер проекта мобильный оператор Altel. Друзья, подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях и не забывайте, что новые выпуски вы можете смотреть на нашем официальном YouTube канале Ербатер. Меня зовут Тимур Баламбетов. До скорых встреч.